Добрый день, это Радио НВА вас беспокоит. Здравствуйте. А вы готовы сейчас выйти в эфир? Да, да, да. Оставайтесь на связи, не кладите трубочку, вон отрекица ведущая. ...выборчего округа. Но доводка про взятие на облик внутрішньо-перемещеної особи засвідчивает ее место проживания лишь на определенный период. То есть идет не про постоянное, а про тимчасовое проживание на тей или иной территории. Эта ситуация прогнозована и решение ожидает, сказали в комментарии Радио НВА заступник министра с питанием тимчасового оккупованных территорий Георгий Тука. Він нагадав, что в березне минулого року у Верховной Рады зареєстрували законопроект про забезпечение доступа до выборчих прав внутрішньо-перемещених осіб и других мобильных групп в среде страны и граждан. И он должен регулировать вопроса воли выявления. Причем, касается это не только переселенцев, а и других людей, которые живут не за местом прописки. Но этот проект закону не прошел даже первого читания. Тука вважает, что, поскольку местные люди живут на территории определенной громады, сплачут там податки, то они имеют право голосовать. Давайте послушаем комментарии Георгия Туки. Они, как и киевцы, будут голосовать за киевскую правду. До речи, мова идет не только о избавлении возможности голосовать за местную правду. Переселенцы не имеют права голосовать за депутатов-мажоритарных. А мы предлагаем им повернувать все эти права. И разработаны очень большие механизмы запобежников для того, чтобы ни в кого не было ни одного из подкурсов, чтобы использовать этих людей для фальсификации выборов, або для технологий, как карусели. Сейчас будем разбираться докладнее, чьи им право Верховный суд принимать такое решение. С нами на связку Тетяна Заровна, медиакоординатор громадянской мережи. Тетяна, привет вас в эфире. Доброго дня. Дякую за это. Как вы отреагировали? Потому что я так понимаю, что вы сама фактически переселенка, так, паня Тетяна? Так, так, сам и так. Если позволите, на русском языке я буду говорить, потому что так мне легче выражать свою мысль. Хотя я владею уже украинским, но немножко волнуюсь. Вот прежде всего я бы хотела подтвердить то, что только что вы цитировали пана Туку, что действительно есть очевидная несправедливость в том, что более четырех лет проживающие временно, и вот это слово сразу давайте брать в кавычки, на Киевщине, Харьковщине, Одессе, нигде угодно, частные предприниматели из Донецкой и Луганской области, которые были вынуждены перерегистрироваться, естественно, в связи с войной, исправно платят налоги в местные бюджеты. Именно в местные. Которые после децентрализации, прошу заметить, довольно-таки большие. То есть мы, переселенцы, платим налоги, но контролировать эту местную власть, то, как она эффективно распоряжается нашими, честно заработанными деньгами, мы, большая часть людей, самозанятые, но даже и не самозанятые, все платят налоги в местный бюджет. Есть там часть налогов, которая идет в местный бюджет. И вот нам как бы государство говорит, вы знаете, мы, вы нам платите, а мы сами решим, как этими деньгами распоряжаться. Это абсолютно несправедливо, это абсолютно незаконно, потому что я, как житель Киевской области, прекрасно знаю, как местные власти часто используют эти средства для того, чтобы их отмывать на тротуарные плитки, на строительстве других ненужных вещей, которые просто позволяют им много положить в свой частный карман. И вот огромное количество переселенцев, проживая в Киевской области, считаясь временно проживающими, еще раз прошу заметить, в кавычках, дольше четырех лет это длится, им как бы говорят... Так вот, я хочу закончить. Вот это очевидная несправедливость. И второе, что я хочу сказать, что Верховный суд в своей мотивировке, я нарочно почитала, что они там пишут, указывает 70-ю статью Конституции. И вот если мы ее прочитаем, я ее внимательно прочитала, мы увидим, что Верховный суд вынес неконституционное решение. То есть они ссылаются на статью 70-ю и выносят решение, которое прямо противоречит этой статье. Совершенно противоречит этой статье. Потому что там говорится, принадлежат к определенной территориальной громаде, проживают в границах этого округа, являются гражданами, достигли 18-й. И только единственный момент, который позволяет лишить права голоса, это являются недееспособными. То есть фактически, как ни прискорбно, Верховный суд Украины огромную часть этих территориальных громад, то есть переселенцев, фактически признал недееспособными. А послушайте, ну а логика яка, соответственно, если люди зарегистрированы там, например, в Донецку, так? То есть они теоретически должны бы голосовать там. Но мы же понимаем, что они не будут голосовать в Донецку. Значит, логика такая, как я догадываюсь, хотят избавиться от фальсификации. Есть часть людей, которые действительно проживают в Донецке, выезжают куда-то в Мариуполь, например, ради получения своей пенсии. Мы сейчас о пенсиях не будем говорить. Это длинный отдельный разговор, насколько законно, незаконно лишать людей, которые живут в Донецке и Луганске. То же Георгий Тука, вважающий незаконно, потому что пенсия – это майно. Да, так вот. Ну, допустим, мы сейчас говорим не о пенсиях. Если бы Министерство социальной политики эффективно использовало средства, которые давным-давно были выделены этому министерству на создание электронного реестра переселенцев, мы бы избавились от фальсификации. Они были бы просто невозможны. В таком случае не было бы у многих работников социальных служб соблазна оформлять вот эти вот пособия, которые выплачивают переселенцам, на мертвые души и лишать пособий тех, кто действительно имеет на них право. Более четырех лет. Вы понимаете, это очень легко. Если бы у нас была такая электронная система, очень легко отделить всех людей, которые вообще больше четырех лет ни разу не были. Вы понимаете, что такие гроши есть, их принаймне были, их можно было нацептировать? Ну, информация о том, что выделяли средства, было поставлено задание сформировать электронный реестер переселенцев. Такая информация была, это дискутировалось. Но мы с вами не слышали, лично я не слышала, чтобы реестер был создан. Если бы он был создан... Вот именно, в силу отсутствия электронного рееста, мы не знаем ни количества переселенцев, ни количества людей, которые получают незаслуженные эти пособия, ни количества людей, которые должны получать, но не получают. Нарочно создается мутная вода, в которой легко ловить рыбку. Вот в том числе, прежде всего, кому? Да тем же недобросовестным работникам социальных служб, которым, еще раз повторюсь, выгодно платить с мертвым душем пособия и не платить тем людям, которые имеют на это законные права. И так теперь получается с нашим правом голоса. Вместо того, чтобы отсечь фальсификации путем создания электронного реестра переселенцев, или, если помечтать в идеале, то и вообще электронной системы выборов, как в Эстонии, вместо этого фактически Верховный суд ссылается на рудиментарный, совковый, убогий институт прописки. Но это, что касается выборов местных. Если говорить о выборах до Верховной Рады, то выходит, что там тоже, если, например, будет мажоритарный кандидат, то переселенцы не имеют права за него голосовать, насколько я понимаю. То же самое, исходя из рудимента в виде прописки, которая остается в паспорте, людей лишают их законных прав. Совершенно это недопустимо, совершенно это возмутительно. Тем более, что переселенцев действительно очень много, в частности, живет в Киевской области. И когда говорят временно, вот это более всего возмущает, потому что в решении Верховного суда написано, не распространяется на тех, кто проживает временно. Прошло больше четырех лет. Когда пройдет восемь лет, это все еще будет временное или постоянное? А если пройдет двадцать или тридцать лет? Некоторые люди не доживают до этого, даже сроков. Жизнь человеческая бывает короче. А мы все еще будем говорить временное? А если вы говорите, снова же таки продолжите думку с приводу парламентских выборов и невозможность голосовать за мажоритарного кандидата, я так понимаю, что за пропорционными списками сможут голосовать, а мова именно про мажоритарность. Если у нас бережется, до речи. Да, но я хочу поставить вопрос, что иногда говорят, проголосуют не за тех, про ведущих людей, может быть, на ласковь. Вот, на этот вопрос я тоже прекрасно отвечу. Все люди, которые проголосовали ногами более четырех лет назад, и за это время очень многие ни разу не были на неподконтрольной территории, они уже фактически сделали свой выбор. Они уже выстрадали свое убеждение. Я утверждаю, и где угодно могу это доказывать, что так называемой ваты, так называемых пророссийских людей в любом регионе более чем мне бы хотелось. И существенно убеждения не отличаются у людей. Если отличаются, плюс-минус незначительно. И в том числе потому, что люди живут не отделены от громад, а не части громад. Они варятся в той же среде. Видят ту же власть, и местную власть, и центральную власть, которая разочаровывает, увы. И очень много в связи людей, которые не являются переселенцами, извините, антиукраински настроенных. Можем опять же долго говорить, почему заслужила эта власть такое отношение, или не заслужила, или плохо она борется с вражеской пропагандой. Много тут причин может быть. Я пока не могу об этом сказать, потому что мы только вот второй день перебариваем эту новость. Могу ответить, да. Могу ответить только, что гражданская сеть своей, это сеть, которая объединяет волонтеров и общественные организации, у которых в том числе переселенцы являются клиентами. То есть это организации и волонтеры, которые помогают людям, пострадавшим от войны. И я думаю, что, наверное, будут и какие-то шаги. Пока я не могу сказать, какие, пока мы просто перевариваем новость и оцениваем, но подозреваю, что какие-то шаги могут последовать, в том числе и юридические. Но для меня, например, хоть я не имею юридического образования, но считаю себя правоведом, поскольку цежин занимаюсь правами людей, я могу сказать, что это однозначно неконституционное решение. Любой человек берет Конституцию, читает 70-ю статью, на которую сослался Верховный суд, и удивляется, как же так? Вы ссылаетесь на статью Конституции, которая прямо противоречит вашим выводам, уважаемый Верховный суд. Скажите, какую допомогу сегодня отримают переселенцы, взагаля? Какие гроши сегодня держава выделяет? Ну вот все какие были, 400 гривен, понимаете, несмотря на курс доллара, инфляции, те же 400 гривен, 440 или 420, даже минимальная зарплата, смотрите, выросла, да? И налоги выросли в соответствии с этой минимальной зарплатой. Но пособие так и осталось, 400 у студентов и работающих, 800 у стариков и детей. И это получают очень мало кто получает. Почему? Потому что не нравятся людям вот эти проверки, которые вроде бы отменили, но по факту не отменили. Потому что не хочется людям через унизительные процедуры проходить, и так далее, и тому подобное. Но при этом я уверена, что если бы был сделан серьезный аудит, серьезная проверка того, как большие деньги на переселенцах, вот почему до сих пор и нет электронного реестра. Я подозреваю, что это просто выгодно. Выгодно тем же чиновникам, которые ущемляют наши права, и при этом оправдываются тем, что из-за того проголосуют или фальсификации, им эта ситуация выгодна. Потому что деньги, которые идут якобы в помощь переселенцам, они немалые. А когда я подспрашиваю у окружающих, этот не получает, тот не получает, хотя имеет все права. Мало кто получает. Да и сама по себе сумма издевательская. Вы же понимаете, ни за 400, ни за 800 ты никакой угол себе не найдешь. А какая ситуация с работой? И че известны вам випадки, скажем, в вашем окружении, когда люди повертаются назад? С своего часа была хвиля, когда повертались, потому что не могли себя найти. Вот сейчас уже те, кто переезжал, устатковались, больше-менее уже не имеют думать, что повертаться. Есть люди, конечно, разные. Некоторые люди уезжают, некоторые вынуждены уехать. У меня есть, я всегда привожу этот пример, очень грустный пример моего товарища, который уехал на неподконтрольную территорию, потому что не нашел работу. Он философ, он преподаватель. Ему не очень нравилось, я думаю, заниматься физическим трудом, но потому что, ну вы же понимаете, как это важно, заниматься тем, к чему у тебя сердце лежит. В итоге он вернулся туда и второй раз попал в плен. Он был раньше в плену, уехал, пожил у родственников, не нашел работы и вернулся назад. Не хотел быть приживалом у родственников, бедным родственникам. И вот сейчас человек этот находится в тюрьме в ДНР до сих пор. Его нет, насколько я знаю, даже в списках. Хотя мы все время добиваемся, по разной информации вроде бы его внесли в списки. Есть еще один очень трагический случай, когда активистка Донецкого Евромайдана Катя Колесникова покончила с собой. Это произошло вот совсем недавно. Понимаете, это я не знаю. Это надо расследовать, я не знаю. Но я думаю, что не от того, что была счастлива. То есть, конечно, есть случаи, когда человек не может и назад не может вернуться, потому что он может попасть в плен, вот как я сказала о том товарищи, и оставаться не может. Есть случаи разные, есть случаи трагические. Но в то же время, очень много знаю примеров, когда люди действительно удачно в этой среде уже устроены. Ну, мы можем совершенно, да. Еще раз, нет никакой разницы. Вот это все, когда мне чиновники говорят, что переселенцы не так проголосуют, я понимаю, сколько русомирского и украинофобского, и вообще человека ненавистничества в этих чиновниках. Потому что я убедилась, что ничем не отличаются люди из Донеччины и Луганщины, ничем не отличаются от жителей других регионов. Все одинаковые люди, более или менее, в зависимости от образования и, естественно, убеждения, в зависимости от телевизора и так далее. Но в целом люди примерно одинаковые. Все украинские люди примерно одинаковые. И вот эта попытка каким-то образом дискриминировать переселенцев, объяснить, что то Януковича выбрали, люди из Донбасса, что полная ложь. Поинтересуйтесь, сколько проголосовали за Януковича в той же Киевской области. Ну и так далее. Все эти попытки, это фактически они подпевают русскому миру этим. Когда они говорят, что переселенец плохой, он не так проголосует. Переселенец в большинстве своем, я утверждаю, это сознательный украинец, это человек, сознательно выбравший Украину, человек, который платит налоги и выживает, не потому, что государство ему помогает, а вопреки государство его топит, на голову на голову наступает, а он борется и выживает, и продолжает жить в Украине. Дякую, дякую, что приедналися до нас. Друзья, с нами на связку была Тетяна Заровна, медиакоординатор громадянской мережи своїй и Переселенка. Субтитры создавал DimaTorzok